Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за этот новый день, который Ты нам даришь, за Твою благодать, за Твою милость и нуждаемся в Твоем присутствии. Мы хотим Тебя славить, постигать Тебя через изучение Твоей истории, через Твое слово. Пусть Твоя история включает нас, Господи, нашу историю, Твои планы, Твои замыслы, чтобы наша жизнь, каждого из нас была частью Твоей великой истории, великого царства, Господь. Благослови нас на это время, благослови нас Твоим Святым Духом, мудростью, просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы вчера сделали такое введение, проповедь, говорили о Библии и проповеди, церковь и проповедь, богословие и проповедь, проповедь, проповедь и проповедь. И так можно, сегодня у нас будет три таких момента, которые мы с вами и в дальнейшем будем рассматривать. Это проповедь и коммуникация, проповедь и толкование, проповедь и структура. Ну опять я просто так оставил эту форму, можно бы сказать, что структура проповеди, да, ну уже так, не так просто как для клише. Вчера мы закончили личностью проповедника, да, ну я хочу, чтобы мы прекрасно понимали, еще раз подчеркну, что все мы несовершенные, да. То есть это то, что, обычно читают там в начале курса по гамилетике, там, как раньше, знаете, моральный портрет строителя коммунизма, то есть духовный портрет там проповедника, да, или там будет курс по пасторологии, будет все время то же самое. То есть каким должен быть проповедник, это все идеалы, это все то, к чему мы стремимся, это наша сущность. Еще я хотел бы добавить к вчерашней теме проповедник, да, личность проповедника, что все мы уникальны. И очень важно человеку, знаете, как певцу вот свой голос поставить, поставить свой голос, да, как-то вот, но это есть такие, ну, певцы в ресторанах, которые умеют петь от шансона до панк-рока, знаете, то есть там такой широкий спектр. Как-то я отдыхал в Крыму, мы делали лагерь такой летней церкви, и там рядышком были еще палатки, ну и всю ночь там подходили там ребята из соседних лагерей и заказывали, видно, парень такой, ну, из ресторана, из ресторана, потому что он пел все, и Вилли Токарева, и Арию, и Модер Толкин, и группу Смокин, этот, как он, Крис Норман, да, пел абсолютно все, и даже голос он, ну, постарался, старался, чтобы был голос похож на этих исполнителей. Ну, это не есть певец, да, поэтому у каждого певца должен быть свой голос, его можно угадать. Давайте вот, не знаю, какие у вас герои, там, певцы вы любите, каких исполнителей? Или вы не слушаете светскую музыку? Я же не знаю, просто, я когда сказал о своих музыкальных пристрастиях, я ощутил такой взгляд аудитории, я так уже ждал, сейчас полетят табуретки в меня. Ну, моя любимая группа, то есть я так уже немножко уже постарел, мне 43 года, поэтому U2, то есть я сейчас тяжелее, уже не выдерживаю ничего слушать, это мои герои, да, и я голос быно всегда узнаю. То есть, да, да, потом, ну, когда-то мне нравилось, всегда можно было узнать голос Фредди Меркури, да, это мои, это моя музыка, ну, моей юности, или там, ну, не хочу ходить дальше, в тяжелые, в тяжелые исполнения, да, там групп. Сейчас очень, наверное, сложно, сейчас такая вот какая-то технологичность, да, вот в музыке, и бывает, поет какой-то квартет, там, трио, дуэт, ребята, и у них как-то все, так как все, ну, сложно, я их едва различаю, ну, можно тут же выделить Меладзе, да, Валерий Меладзе, то есть у него своеобразное такое исполнение, там, ну, и так далее, и так далее. Мы вчера немножко так подшутил над манер исполнения проповедников, да, что иногда они похожи, выходят с одной церкви, так монотонно рассказал, или с таких очень экзальтированных, да, там, слава Богу, и такие выходят сразу вот, и кто бы ни вышел, о, мы знаем, они бывают похожи. У поведника должен быть свой голос, это не обязательно своя манера, свой стиль, ну, каждому из нас что-то такое присущее личное, да, это то, что нужно понять себя, кто я, да, мой темперамент, например, знаете, ну, самое такое, вот есть экстраверты и интроверты, да, то есть чем отличаются экстраверты, они очень активные, то есть они более так публичные, да, вот они всегда в общении, почему же они вампиры, им нужно, вот, они питаются энергией, из общения, если вы будете на какой-то конференции или где будете ехать, скажем, сели в автобус, все сели, заняли места, через минут 10 вы увидите, экстраверты встают и начинают ходить по автобусу, они не могут долго сидеть, вот, и в этой компании, конечно, вы всегда увидите меня, то есть я, если буду сидеть впереди, через минуту где-то я встану, пойду назад, там, с ними пообщаюсь, с ними поговорю, все, я не могу долго сидеть. Также можно увидеть, как человек проповедует, да, то есть он выходит, и тут я всегда, ребят, предупреждаю проповедника, если вы обладаете, если ваш темперамент, да, то есть вы экстраверты, или вы душа компании, вы хорошие рассказчики, вот здесь вот самое опасное. Опасное в чем, что вас психологически, вас хорошо воспринимают и вас будут слушать, поэтому у вас уже от природы есть такой дар, но есть проблема, то есть есть человек, его можно час интересно слушать, но бывает другая сторона этой проблемы, что там нечего слушать, просто будет интересно, мы так посидели, такой был релакс, посмеялись, улыбнулись, хороший парень или хороший спикер, или хорошая девушка, было классно, он ушел, мы забыли. Другой вопрос, если вы человек, скажем, другого темперамента, да, то есть у вас нету такого, скажем, яркого, выраженного от природы дара держать внимание и публику, но здесь нужно включать уже технологию, значит, вам нужно бороться за внимание, потому что у вас у многих есть что сказать, у вас есть что сказать, но у вас другая проблема, вам нужно это внимание завоевать, это внимание удержать, понимаете, да, поэтому здесь вот нужно понять вот себя, Мы потом немножко об этом поговорим. Это так вот, последний гвоздь в вчерашнюю тему. Итак, сегодня мы говорим уже о проповеди, что есть проповедь. Вот я вам раздал такие конспектики, да, вот. И вот это вот то, чем мы будем заниматься в дальнейшие наши занятия. Ну, много есть определений, что такое проповедь. Как вы думаете, что такое проповедь? Я имею в виду церковная проповедь. Выходят проповедники и проповедуют. Как вы думаете? Ну, давайте так, что такое проповедь? Дать определение. Ну, просто нечеткое такое, но вот. Учение, да? Библейское. Библейское учение. Рассказ. То есть у нас уже есть какое-то представление. Конечно, проповедь есть, она близка к жанру публичной речи. Так ведь это публичная речь. И интересно, если хотите, почитайте античную риторику, увидите, что там было несколько видов речей. Была речь совещательная, речь юридическая, речь торжественная. То есть совещательная речь, когда совещается, скажем, там, полис, да, там, старейшины полиса или там сенаты, то есть должна речь, которая говорит о том, чтобы убедить, да, принять какое-то решение, там, в пользу каких-то таких, ну, изменений в городе. Это совещательная речь, торжественная речь, она по случаю какого-то торжества, праздника, там, какого-то открытия чего-то, там, ну, похорон или, наоборот, там, возведение на престол, ну, в общем, по разным случаям. И речь юридическая – это контекст суд, будет либо обвинительная речь, либо речь защиты. Интересно, были такие софисты, да, такие, ну, как, философы сложно назвать, это были мастера слова и риторики, и им заказывали писать речи. И так пишут иногда, вот, если посчитать историю риторики, один и тот же человек мог написать речь обвинительную, и тут же он, может, мог написать речь защиты. То есть, и он и там, и там зарабатывал деньги. Он, вот это вот, одинаково был искусен. Я тогда, я вчера сказал, что не всегда проповедник, это вот, нужно отделять проповедование от ораторства, потому что профессиональный оратор может говорить на любую тему, и даже может создать проповедь. Но проповедника – величайшая задача, как у пророков, как у апостолов, учителей проповедовать Слово Божие. Итак, проповедь при всем многообразии определений, то есть, я просто несколько приведу, а потом мы перейдем к нашему базовому понятию, да. Например, пишут так, я не буду вас обременять именами, кто это в книгах написал. Проповедь в Библии – это рассказ о том, что Бог открыл о себе, о своих действиях, об отношениях людей с Ним, о Его заповедях, предостережениях, чтобы вызвать у слушателя положительный отклик. Смотрите, это не просто рассказ, да, это рассказ с целью вызвать у человека отклик, положительный, да, чтобы он правильно отреагировал. То есть, что-что? Ну, когда человек отвергает, да, это тоже результат, но действие. Кстати, вот вы были, был концерт в филармонии на прошлой неделе в среду, это поющие мужчины Техаса. Приезжали, это христианский хор, и там был спикер, и он вышел, они так сделали, так что-то, песен 10 так вначале, а потом вышел спикер, начал говорить такую проповедь, там, призывную, да, Евангелие. Мне так показалось, может быть, и не стоило. И раз, начали выходить люди из зала, то некоторый раз поднялись и выходят. Почему? И мой так сосед начал так, ну, так расстроился, ну, почему вот это, я говорю, нормально, нормальная реакция грешников на Евангелие. Одни слушают, другие отвергают. Это что-то новое, что ли? Почему мы считаем, что всегда люди будут принимать пачками, да, вот, будут принимать Евангелие радостно? То есть нормальная реакция. Вспомните пророков, вспомните Иисуса, вспомните апостолов. Так ведь? Мы не лучшие. Почему мы считаем, что мы успешнее? Естественно, реакция. Значит, есть цель. Это не просто рассказ. Это рассказ, это речь с целью вызвать отклик. Мы потом поговорим, я немножко буду разделять, дифференцировать проповедование и обучение. Еще, так вот говорят, проповедь библейская, да, это донесение библейского смысла, извлеченного и передаваемого. И вот смотри, здесь, конечно, такое громоздкое определение, да, извлеченного, то есть, значит, это что-то, какая-то работа. И передаваемого через историческое, литературное и грамматическое исследование отрывка в его контексте через то, что Святой Дух действует на самого проповедника, а затем через него на слушателей. Как-то мне один человек говорит, как-то я не понимаю тогда вот всей науки проповедования. Я понимаю, вот человек вышел, встал вот в кафедре и на него, ну, как бы, находит Святой Дух и он начинает проповедовать. Вот я понимаю, это проповедь. Я говорю, ну, это может быть пророчество, да, то есть, но почему-то считаю, что всю неделю Святой Дух не мог готовить проповедника, да, когда он читал его слово, которое он вдохновил. Понимаете, да? Когда он думал, молился, изучал. Почему Святой Дух должен обязательно, вот когда я зашел на кафедру, и здесь вот именно вот тут вот такой луч с небес, знаете, как вот озаряет, я начинаю говорить. Дух Святой может готовить проповедника в понедельник, с понедельника. Ну, есть такие приемы, я не знаю, я не всегда верю. Я очень человек такой, знаете, подозрительный. Я очень не верю проповедникам, то есть, не всегда бывает такое, но не верю, когда человек выходит, так раз. Вы знаете, я приготовил проповедь, но Дух сказал, нет, я должен и другое. Мне кажется, что вот это он приготовил, а это просто, я человек очень к этим вещам такой, подозрительный. Ну, простите меня, я иногда понимаю, что это такая вот фишка, придать себе «да». Значит, видите, целое дело, библейская проповедь, это донесение библейского смысла, который извлекается, и мы поработаем с этим, как извлечь, пусть в таком маленьком формате, мы изучаем сейчас библейскую гербинептику или экзегетику, и сейчас не моя миссия читать библейское богословие. Но мы постараемся, то есть извлечь, как вот поработать с текстом, потому что у нас есть проповедь и толкование, через историческое, литературное, грамматическое исследование отрывка в его контексте и через то, что Святой Дух действует на саму проповедника. Окей, вот мой профессор проповеди Дэвид Браун, это не тот, кто написал «Код да Винчи», там Дэн, да? Ну, мало ли так, подумайте, Дэн.Браун, ага, знаем, знаем. Дэвид Браун описывает такие элементы проповеди, да, то есть мы сейчас перейдем к элементам, не к определению, потому что, как один такой философ советских времен, ну, периода советского, Щедровицкий, он сказал, что определение – это гробик для мыслей. Иногда. Иногда нужны определения, иногда мы просто заколачиваем там смысл и все. Так вот, мы сейчас перейдем к элементам, да? Какие элементы, из каких элементов стоит проповедь? Значит, первое, что мне очень понравилось, и я это исповедую, проповедь – это события. Мне иногда говорят, почему там надо написать проповедь или давай запишем, поставим на сайте. Я говорю, нет, потому что вот проповедь – это то, что вот здесь и сейчас происходит. Потому что когда я использую в церкви, там один экран, второй экран, потом мы делали вот на жатву такой салат, была тема о плодах, ну, как мы использовали текст базовый – плоды духа, да? И я приготовил людей, мы были в фартухе, как мы готовили фруктовый салат, это был образ плодов духа, как мы служим друг другу, как мы кормим, то есть я рассказал, что моя мечта была и еще как есть – быть владельцем ресторана и кормить людей, но не такого большого ресторана. Мне просто вообще нравятся фильмы о ресторанах, когда вот таких маленьких, не шикарных, мне нравится кормить людей. Я сам из сферы обслуживания, был проводником, начальником, я не кормил людей, но мне очень нравилось одевать, я работал на таком фильме на поезде, одесса, Москва еще в советские времена, нас очень сильно там заставляли, белые, ну, белую это самое, белая рубашка, галстучек, и люмики горят, вечер, я раздую чай. Мне это очень нравилось. Мне говорят, вот у тебя так жизнь радикально поменялась, ничего не поменялось. Я в той же сфере обслуживания остался. Вот, поэтому проповедь для меня – это событие, это вот здесь и сейчас. Это как месса для католиков, это как Евхаристия для православной литургии, да, то есть у нас литургия – слово. Поэтому мне очень сложно, я даже, ну, и, во-первых, очень много информации передается невербально. Понимаете, что здесь интонация, какие-то картинки, изображения, атмосфера, да, можно услышать, чтобы приготовить проповедь на аудио, это жесткий формат, это определенный жанр, там должно быть отработать, каждое слово отработано. А в таком контексте можно свободно, понимаете, это интеракция, это транзакция, то есть это сейчас, это коммуникация, это событие, это действие. Поэтому очень сложно даже читать написанную проповедь, уже написанную проповедь – это уже не то, совсем другое, другой жанр. Поэтому мы говорим о проповеди как о событии, как о действии здесь и сейчас. Это церковная речь. Потому что, я сказал, это литургия слова, да, то есть это есть часть поклонения общины, часть, даже, я сказал, уже больше, часть Богоявления. Проповедь «Слово Божье» есть само Слово Божье, а само Слово Божье – это и действие Бога сейчас в общине, через проповедника. Понимаете, это огромная, великая ответственность, великая честь. Я когда читал курс «Образы Бога» в библейском повествовании, я так дерзновенно напросился на такой, а потом сижу, думаю, Господи, кто я такой? Кто я такой, что я сейчас, у меня что, есть фотоальбом «Я и Бог»? Ну, понимаете, да, вот, как бы у нас проповедника есть такая вот, ну, немножко, когда вот, и тут Остапа понесло, да, и такое ощущение, что вот у человека есть, он специалист по Богу. То есть у него есть фотоальбом «Я и Бог». Он был Богом, смотрите, вот это вот вид земли вот с Божьего трона, смотрите, как смотрится. А вот это «Я и Бог». Ну, понимаете, очень так дерзновенно. И здесь нужна великая степень смирения. И мне помогает такой подход, потому что понять, что проповеди, которые мы призваны, да, говорить о Боге, я говорил вчера на переменке, да, что иногда я говорю, что нам сейчас, нам нужны не только проповедники, которые не боятся говорить о Боге людям, людей не боятся говорить, нам нужно проповедник, которые уже боятся и не боятся, у них есть смелость говорить перед Богом о Боге. Понимаете, да? И вот тут нужно, вот я использую две такие метафоры, особенно если в какой-то лекции, что касается Бога, великая благодать, что мы Бога не видим. Потому что если бы увидели, помните, что случилось с Иоаном, даже вот на Паттусе, или с Исаией, да, и упал, потерял сознание. Так вот, есть два вида рисунка, которые не отображают точно, ну, предмет изображения. Это карикатура и детский рисунок. Они могут быть даже похожи, но у них разное сердце и разный замысел, да. Когда вам принесут, вот мне принесут карикатуру на меня, это одно отношение. Когда моя дочка меня нарисует, это совсем другое отношение. Так вот, наши проповеди, наше самое высокое богословие о Боге, оно может быть как карикатура, которая искажает и унижает образ Бога, но может быть детским рисунком, который не в точности передает объект, ну, изображаемый объект, но в нем заложено столько сердца и столько любви. И вот это меня помогает, ну, немножко держать, вот, когда, ну, понимаете, в смирении, что я хочу, чтобы это был детский рисунок, который я со всю любовь вложил. Это церковная речь, это речь, которая звучит как литургия, да, литургия слова, и это действие Бога сейчас, и это огромнейшая ответственность, это благословение великое, это огромнейшая ответственность. Это монолог. Да, доходит один человек, у нас очень часто бывает, не знаю, как в вашей общине, то есть мы проповеди можем, ну, то есть там вопрос кто-то сказал, но это обычно так там, как вы думаете, я думаю так, и все. Ну, так вот. На самом деле это все-таки монолог, говорит один человек. И это очень серьезное время, потому что почему я забираю людей 15, 20, 30, 40 минут. И как-то одному проповеднику я сказал, его было, ну, как мы говорим, я чувствую, что меня вот не хватает, меня уже перестают слушать. Я говорю, ты должен тогда взять для себя правило. Вот для тех, кто пока еще не умеет держать аудиторию, взять одно правило. Хорошая проповедь длинной не бывает, долгой не бывает. Понимаете? Если вы видите, что вас, ну, еще не воспринимают, и вы не держите, значит, это первое правило для вас. Значит, пробовать долгой или длинной не должна быть. То есть вы скажете, если даже 15 минут, нормально. Я, ректор, вот в моей второй семинаре, такой вот в возрасте дедушка, у меня, кстати, два дедушки профессора вдохновляли быть молодым, то есть у него столько юности в глазах. Он проповедует 15 минут. Но там столько глубины содержания и иллюстрации, что, в принципе, и нет смысла слушать больше. Понимаете? Поэтому не бойтесь коротких проповедей. Поэтому для начала хорошее, это хорошее правило, хорошее проповедение. Во-первых, вы уже, люди успокоятся, уже будут рады, что недолго. Нормально. Второй раз, когда вы появляетесь, вам же будет верить, о, этот парень или эта сестра долго, время держать не будет, вас уже нормально, вас не будут бояться. Но если вы еще плюс к тому, что долго не забирали внимания, еще скажете очень что-то такое содержательное, вы герои. Вас уже будут не просто бояться в следующий раз, перестанут бояться, что он долго не будет тебе. А, там будет что-то есть послушать. Понимаете? Потому что монологичная речь, это очень ответственная речь. Потому что наше внимание, оно так включается, отключается, как у вас, вот это включаетесь, это отключаетесь. Это естественно. Так и на проповеди. Раз, и все, и улетел. Это устное послание. Это устное послание. Ну вот, у нас на русском языке мы говорим проповедь, вот интересно, есть английское слово sermon, это проповедь, да, и preaching. Preaching – это проповедование, это действие, да, вот это вот здесь и сейчас. Вот это вот preaching, это проповедь, это вот событие, это устное послание. И в чем разница? Если в вашу проповедь, если в мою проповедь можно написать, и этого достаточно, если я читаю, да, вот есть вот такие традиции, где перечитывают проповедь, так просто ты пришел, пришел утром, раздал всем свою проповедь, сказал, все, братья, сестры, назидайтесь, я пойду там пока попью чайку. Какая разница? Да, какая разница? В чем? Значит, это должно быть устное произношение. Значит, в нем есть какая-то сила. Понимаете, да? Вот мы будем идти в эту сторону, но вот проповедь – это событие, устное провозглашение. То есть если, я не спорю, то есть нормально, когда написано и все, но мы сейчас говорим о проповеди, которая произносится здесь и сейчас, в богослужении. Она библейская, она должна быть по содержанию библейской, она должна раскрывать библейское послание, библейский месседж, библейское Евангелие. И, наконец-то, это побуждающая речь. Она должна не информировать. То есть проповедь, она должна не информировать, она должна трансформировать. Понимаете, да? То есть это не просто информация, это трансформация. И вот здесь мы разделяем, здесь мы сейчас потом выйдем, чем отличается обучение от проповедования. Обучение, оно информирует, хотя может придать, у меня всегда было желание, чтобы мои лекции тоже были такие трансформирующими. Почему? Потому что иногда, когда какое-то новое знание, новое понимание, новое открытие, оно изменяет. Но это так вот, потому что новое знание. Но проповедь уже по своей сути должна быть нацелена на трансформацию человека, на его изменение, на какое-то побуждение. Мы в этом потренируемся, когда мы говорим о риторике и тезисе проповеди. Есть, да? Итак, проповедь – это событие, и вот еще вот я хочу, чтобы вы взяли, запомнили три элемента. Вот у вас там есть в конспекте внизу. Я так назвал, проповедь без фокусов. Помните вчерашний рисунок вот с правой стороны внизу, чтобы не было фокуса какого-то. Такой, знаете, словесной эквилибристики. Вроде бы мы что-то слушали, но в принципе это иллюзия. Нас мы никуда не поднялись, нас никто никуда не вел. Просто нам 15-20 минут, 30 или 40 или 50, что-то рассказывалось, но на самом деле никакого движения не было. Так вот, чтобы проповедь была без фокусов. Есть три важных элемента, чтобы это была проповедь. Во-первых, библейское содержание, да, то есть очень важно содержание. Но этого мало. Это содержание должно быть хорошо оформлено и структурировано, да, в форме и структуре. Так устроено наше внимание, так устроен наш механизм запоминания. И увидим, что Библия, не только Библия, а та община, те люди, которые были вдохновлены, чтобы ее составить, они четко следовали риторическим фигурам и конструкциям. И мы потом на них обратим внимание. То есть это сложно вычинить, потому что это другой мир. Но тем не менее. И следующий элемент, это проповедь, это коммуникация. Это содержание, это структура или форма и коммуникация. Значит, надо знать законы коммуникации. Я не великий теоретик и практик теории коммуникации. Сейчас мир просто с ума сходит. Сейчас рассвет социальных наук. По периодам какого-то, век, может быть, когда началась эпоха просвещения, первые появились основы науки. До этого греки, греческая философия, Платон, Аристотель, все заложили, они философствовали о мире. И мир умопостигался. И было все таких наук. Философия, математика. То есть, все это как бы... Никто, в принципе, над миром наблюдали, но его не исследовали. Написал Аристотель физика, один том о вещах видимых, сделал классификацию. Потом написал второй том, помните, метафизика. То есть, то, что по ту сторону физических вещей. Всегда мы используем это как метафизика уже в философии или в религии. Но потом начался расцвет наук. Наук естественных. Бекон, Юм. То есть, математика еще царила, но вдруг увидели, что Вселенную нужно наблюдать. Упало яблоко, Ньютон открыл закон. Гравитация, да? Это, ну, притяжение. Потом и пошло. Оказывается, есть законы. То есть, мы их не просто... Мы не просто умопостигаем, наблюдаем, а мир Библии, или вот сопряженный, это был все-таки мир, который Ума постигал сегодня. Он размышлял над миром, но он его не исследовал. Так вот, эпоха просвещения, расцвет наук естественных. И вот уже конец 19-20 века, там вспышка каких-то социальных. Отсюда теория увидели, что общество тоже живет каким-то законом. И сейчас теория коммуникации, это чуть ли не королева, но принцесса точно. На балу социальных наук. Потому что это масс-медиа, это журналистика, это все. Она возникла, теория коммуникации, когда Шеннон и, по-моему, я не понял, именно второго, в 46-м году написали книгу «Линейная теория» или «Математическая теория коммуникации для телефонной связи». Это стала основой. Ее очень много критиковали, но все равно есть в основе. Мы немножко о ней поговорим, чтобы понять вообще теорию коммуникации. Как происходит коммуникация? Не знаю, вы изучали это, не изучали, но мы немножко посмотрим, как это нам поможет в понимании проповеди. Итак, основные положения наших лекций написаны. И мы будем думать над такими вопросами. Что делает проповедь интересной, вдохновляющей, убеждающей и важной? Как проповедь должна раскрыть библейский текст? И как проповедь должна быть соотнесена с нашей ситуацией? Те направляющие вопросы, которые будут нам интересны уже сейчас. Хорошая речь основывается на принципах единства, последовательности и выразительности. Хорошая речь должна быть принципами единства, то есть должен быть единый текст. Это не поток сознания. Человек вышел, идет такой поток сознания, то, что ему приходит в голову, чем он вдохновенно говорит. Это должно быть оформленное послание, уже единая форма, с очень четкой последовательностью и быть выразительным. Это борьба за внимание. То есть если мы читаем что-то, текст он застыл, текст он застыл, да, вот есть он. То есть если я устал, хочу пить кофе, я бы потом вернулся там, где закончил читать. Не так происходит устная речь. Понимаете, не так. Мы можем отвлечься, но все. Потом уже поток слов прошел, поэтому мы будем говорить именно. Хорошо. Сколько у нас минуток до переменки? 40 минут. Сейчас мы поговорим о проповеди с точки зрения коммуникации в начале. И может какие-то моменты мы увидим. Для этого будет небольшое задание. Для нас всех. Я бы попросил, можно вас. Задание такое. Значит, глядя на этот рисунок, вот так вот, так, чтобы никто не видел. Просто нужно объяснить рисунок так, чтобы вся аудитория себе зарисовали вот то, что здесь нарисовано. Да, даю микрофон. Это, интересно, геометрические фигуры, связанные между собой. Вертикальный прямоугольник. К нему сверху присоединен небольшой квадрат и под квадратом треугольник. Вертикально прямоугольник. Да, в изголовье, наверное, можно так сказать. Вверху квадрат маленький. Как бы из него, да. Как вы пишете? Словами, словами. А это не визитация. Право уходит маленький квадрат сверху. Ну вот от этого прямоугольника. Никаких наводящих вопросов. Прямоугольник. Ну как бы сверху его вправо уходит небольшой квадрат. И под этим квадратом вниз уходит как бы из пересечения вот квадрата с прямоугольником и с этой той уходит вниз треугольник. Такой до самого низу прямоугольника вашего. Он так вниз по диагонали вправо и влево палочку. Но треугольник. Получается, одна из сторон треугольника является одной той стороной прямоугольника, который уже у вас есть. Вот. И он, эта сторона, как раз общая сторона для квадрата. вот так вот. Есть? Окей, хорошо, спасибо. Все нарисовали? Давайте сравним. То есть видно, да, просто я вчера где-то потерял свои карточки, пришлось вручную рисовать на таких вот. у кого совпадение? Так, вот у нас, как зовут? Лия, да? У Лии вот где-то вот так, только с треугольником. Ага, хорошо, следующее задание. Мне нужен еще доброволец. Да, давайте вы. Так, ну это посложнее. Вот так вот, да, так чтобы никто не видел. Здесь три фигуры. Самая большая из них это прямой треугольник. С правой стороны нет, он неравнобедренный. В середине стороны, которая соединяет треугольник верхнюю точку и нижнюю точку, от середины исходит прямоугольник. От середины соединяющей прямой треугольника отходит прямоугольник. То есть, нижний левый угол прямоугольника, он исходит от середины прямой линии, которая соединяет две другие стороны треугольника. Да, я бы сама не поняла, что я говорю. он пошел вправо. И третья фигура, она как бы касается и прямоугольника, и треугольника с нижней стороны. Это круг. Ну и в итоге получается, что все три фигуры, они соединены, касаются, касаются друг друга. хорошо. Так, сравниваем. Есть у кого совпадение? Лия, ну иди сюда, ты у нас, как у Жваневского оркестра, он у нас самограмотный, он знает ноты. Лия, значит, иди к нам. Ну, ладно, дам тебе попроще. Я не помню, как называется, а еще я учила фарминку, почему? Можно фарминку? Да, вы поймете? Значит, у нас в левом углу внизу прямоугольник, да, прямоугольник маленький внизу, вертикально. Его правая сторона это маленькая часть соединяется с левой стороной большого треугольника. Прямого. Прямоугольного. вот. Их базовые вот нижние линии соединяются между собой. Не понял. на правой как сказать, на правой бок треугольника посередине круг. Ну, как бы, они только соединяются. все. Спасибо, Алия. Так. Вот. Еще есть? Хочешь? Давай. Давай. так у нас прямоугольник вертикальный. Высота его это 5 сантиметров. Это что можно говорить? 5 сантиметров его высота приблизительно. Его ширина 2 сантиметра. Есть, да? Потом следующая у нас фигура это треугольник. Это треугольник. Сейчас получается треугольник, он совмещен вместе с этим прямоугольником и получается это начало треугольника идет сверху прямоугольника. Рисуйте, я сейчас нормально объясню. Идет сверху, идет сейчас вверху сначала его идет подожди, пока чуть-чуть не рисуйте. Я хочу, чтобы вы поняли смысл. Его начало идет, начинается он короче, его начало идет сверху на увеличение угла. Ну, то есть вот так вот, 45 градусов. И получается противоположный катет этого треугольника, это есть сторона прямоугольника. Но треугольник, он не идет до конца прямоугольника, он короче по размеру. То есть где-то две трети противоположный катет, это прилегающая сторона треугольника. Но противоположный катет идет противоположной гипотенузы от этой наклонной линии. Не поняли, да? Ну, сейчас. Ладно, давайте так, короче, где-то сантиметра короче, правая сторона, вот мы берем правую сторону прямоугольника, да, вот у нас правая сторона. Где-то, его высота 5 сантиметров, где-то снизу мы берем 2 сантиметра. Отступили. Теперь примерно 3 сантиметра мы проводим линию под углом 90 градусов от прямоугольника, от его стороны. Просто делать это все будет нормально. Теперь мы проводим гипотенузу до верхней, вот если брать прямоугольник, до точки А, В, С, Д, да, то есть как бы до угла, верхнего, правого угла приводим гипотенузу. У нас получается треугольник. Проводите. Проводите. Хорошо. Теперь у нас третья фигура. Третья фигура у нас квадрат. У нас квадрат. У нас квадрат. треугольник. Нарисовали треугольник. Нарисовали треугольник. Так. Теперь на гипотенузе, короче, вот у нас есть гипотенуза треугольника, вот одноклона линия. Теперь отступите снизу треугольника где-то полтора сантиметра. Поставьте там точку просто. Точка, да. Ну вот снизу как треугольник идет снизу, сверху вниз там отступите полтора сантиметра. На гипотенузе. Вот из гипотенуза отступите там полтора сантиметра. Вот. Это у нас там есть точка. Теперь теперь просто вот эта точка приведите горизонтально. Примерно сантиметр раз, два. Давайте три сантиметра линии там. Прямую просто. Вот точка и прямую линию там проведите. Вот другую сторону от треугольника, да. И это у нас основание квадрата. Теперь примерно так же само. Нарисуйте квадрат, и это будет. Спасибо. Нарисовали? Так. Смотрим. Есть, да? Да. Кого? Ну, это самые легкие, самые легкие так вот. У меня тут вообще было вот такая у меня была фигура. Ну, ладно. Ну, окей. Есть, да? Сравнили? Так получилось? Нет? Хорошо. Перемена. И мы после перерывчика обсудим нашу обсудим остается. Продолжение следует...